Поехали! Давай, 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 еще, еще, иди ко мне, милый, иди сюда, да, 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 вот, да, идеально, да, вот так, так, что бы еще сделать? О, пусть все вокруг станет зеленым! Получилось, нет, 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 пусть все вокруг станет красным! Поверили в мои экстрасенсорные способности? Или смеетесь? А почему же с такой легкостью тогда верите в шоу экстрасенсов, которые показывают по телевизору? Эзотерика, спиритизм, восточные духовные практики. Сегодня поговорим, почему же людей так манит все это загадочное, мистическое и неизвестное. У нас в гостях пастор церкви Александр Мещеряков. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! И Олег, у которого богатый опыт, связанный с темой нашей передачи. Правда, Олег? Да. Скажи, пожалуйста, чем из перечисленного мной ты занимался? Спиритизмом? Спиритизмом, экстрасенсорикой. Увлекался этим всем, да? Да, очень сильно увлекался. Экстрасенсорикой. А как ты к этому пришел? Откуда? Кто тебя привел? Кто приучил? К этому я пришел сам. Я просто на Новый год, два года назад, показывали по программе одной экстрасенсорные способности и все такое. Так, да. Ну, я начал смотреть, мне это сильно увлекло, понравилось даже. И там в одной из серий я посмотрел, и там говорилось, что можешь сам проверить, есть ли у тебя экстрасенсорные способности или нет. Это очень заманивает. Сейчас так подают это по телевидению. Меня это заманило. Заманило. Попробовал? Есть? Я попробовал. Там самое главное, надо было взять фотографию, то есть провести рукой, и там бы тебе, если рука что-то почувствует, или покалывание, или холод какой-то, то значит, что-то у тебя есть, ты можешь развивать это в себе. Ну, я аж бегом побежал, взял альбом старый, нашел фотографии, провел рукой, и у меня действительно получилось, чувствовал такой легкий холод. И после этого меня туда сильно затянуло. Я начал читать литературу, скачивал с интернета всяческие там книги по развитию этих способностей. Экстрасенсорные, да? Да. Смотрел эти передачи день за днем. То есть я вообще этим просто очень увлекся. А получилось у тебя развить эти способности? Ну, скажем так, определять мертвых я уже мог запросто. В смысле, как определять? Ну, вот я брал фотографию, у нас есть дома, там где семейная фотография, там человек 40 или 30 всех родственников. Я взял ее, провел рукой и вот попросил родителей, чтобы они сказали, действительно мертвые эти люди или нет. А, то есть ты по фотографии мог определить, жив человек или мертв. Да. И вот не было ни одной ошибки у меня после того, как я начал этим заниматься, мертвый человек или живой. Вот это да. А тебя это не пугало, скажи? Потому что мне сейчас страшновато. Наоборот, мне это так сильно увлекло было. А семья как относилась к этому? Ну, она думала, ну, так легкомысленно, но не верила в это все. А пробовали как-то, я прошу прощения, использовать этот дар, возможно, на благо, помогать кому-то, кого-то найти? Ну, у меня и цель такая была. Да? То есть развить эти способности для того, чтобы в будущем помогать людям. Так. Ну, получалось как-то что-то, кроме как определять, жив-мертв? Нет. Нет? Ну, просто я не развил, да? Да. Да, нужно. А чем еще увлекался? И какие еще были у тебя необычные? Ну, начал увлекаться восточными религиями. Ну, не религиями, а всякими опытами. То есть в одной из книг я прочитал, что, чтобы произвести эти способности, чтобы, скажем так, больше узнать об этом, нужно было обратиться в взор на восток. То есть я поставил кресло, повернутое было на восток, сел туда, и надо было говорить Хара Кришна. А, то есть какие-то мантры повторяешь? Да, да, да. Там очень их много было. И там есть специальные уровни, то есть ты себя вводишь в транс. И на пятом уровне ты уже должен как бы связаться с нечто таким, что должно с тобой говорить еще. А ты сейчас развиваешь в себе эти способности? Продолжаешь? Нет, я уже перестал этим заниматься. Так, а почему перестал? Ну, после того, как я этим начал заниматься, вот месяц прошел. Так, да. И после этого у меня начались проблемы со здоровьем. Серьезно? Да, очень сильно. У меня начались проблемы с сердцем, я ходил к врачу. То есть, ну, врачи не понимали, что у меня. А может, ты просто переживал сильно из-за того, что что-то не получалось? Ну, это, конечно. Мне в последнее время очень начало действовать даже на психику, то, чем я занимался. Когда занимался, да? Да. А как действовать, расскажи. Ну, например, по ночам мне стали сниться исключительно мертвые люди, которые звали к себе. То есть, ну, до такого доходило. Просыпался, а надо мной какие-то, скажем так, ну, не тучи, ну, серая, вот какая-то масса серая просто. Я ее отгоняю рукой, а она не отходит. Вот доходило до такого. А легко было от всего этого отказаться? Нет. Закончить? После того, как я уже пришел в церковь, меня привел мой друг, мой одноклассник. Сатана уже не хотел меня отпускать. И у меня в доме начали происходить очень странные вещи. То есть, когда я исключительно один дома находился, могла, например, стукать мебель. Взял шкаф, открылась дверь, закрылась, хлопнула. Потом однажды утром, когда я спал, мне приснился сон, что вокруг все горит. И какая-то девушка на меня смотрит и говорит, просыпайся со злобной такой ухмылкой. Я просыпаюсь, а вокруг горит мебель и икона. Это уже когда я начал ходить в церковь. То есть, Сатана уже не хотел меня отпускать, пытался запугивать. Ну, ты поддался этим запугиваниям или нет? Нет. Ну, сидишь, слава Богу, живой и здоровый перед нами. Я все равно ходил в церковь, продолжал. Мне это уже, скажем так, начало очень сильно пугать. Я думаю, ты мне рассказываешь, меня это пугает, а если это воочию? И как ты все это пережил? Ну, часто ходил в церковь, начал молиться, читать Библию. Так ты к Богу пришел, да? И это тебя все-таки спасло, ты считаешь? Да. Но некоторое время еще все-таки беспокоили эти сны. То есть, еще оставалось что-то, какая-то дверца приоткрытая в Сатане. А сейчас? Вот ты сейчас в церковь входишь? Ты с Богом? Да. И оно все прекратилось? Да, уже полтора года, как ничего не происходит такого. Слава Богу. Ты спокойно сейчас живешь, не хочешь вспоминать это все? Нет. Как страшный сон, наверное, да? Да. У меня коллега вопрос. Когда вот ты начал осознавать, что это уже не интерес, а это зло какое-то? Когда ты понимаешь, что это зло? В какой момент? Да, действительно. Ну, когда по ночам мне начали действительно сниться люди мертвые, которые, я знаю, которые звали меня, когда я просыпался, мог в три часа ночи, и вокруг меня какие-то тени, например. То есть, ну, я уже понял, что это мне несет вред, опасность. А до этого ты не подозревал даже о том, что это что-то нехорошее? Нет, у меня таких проблем не было. Я просто развивал там, ну, мне это все очень интересно было. Ну, а что бы ты сегодня сказал молодому человеку, который вот читает какую-то эзотерику, пытается пробовать говорить, что это на самом деле… Духовно просветлиться, как там пишут наверняка. Да, на самом деле это интересно. Вот что бы ты ему сказал, если он еще не ощущал вот таких последствий как-то? Я бы сказал, что лучше бы он туда не лез, потому что можно реально сойти с ума просто. А как ты думаешь, можно совместить вот веру в Бога и то, чем ты занимался? Ну, нет, тут как бы стоит выбор, за кого ты, за сатану или за Бога. Я считаю, когда человек занимается эзотерикой, он как бы обращается не к Богу, а к сатане за помощь или за какую-то силу. Да, и все. Вот посмотреть шоу «Экстрасенсов», готовясь к передаче, да, я смотрела, многие говорят, что я ради Бога это делаю, я делаю во благо, я вижу ангелов света и так далее, ангел, ангел. И многие припоясываются именем Бога в этом своем деле. Ну, Библия четко говорит о том, что есть пророки, а есть все вот эти экстрасенсы и тому подобное. То есть нужно определять, человек по Библии делает эти, скажем так, чудеса или нет. Ну, вот ты говорил, экстрасенсы к сатане взывают, да? А как ты думаешь, они знают действительно, кому они служат? Либо для них это просто непонятно, не открыто? Мне кажется, для большинства понятно, но есть такие, что действительно непонятно. Если они верят в что-то хорошее, что ли? Да, что они, можно сказать, с Богом. То есть Бог им открывает все эти преступления, которые они там раскрывают. Александр, а можно реально совместить вот такое увлечение экстрасенсорикой и Бога? Вы знаете, практически с первых страниц Библии до последних глав Библии Бог осуждает эти практики. И если сегодня на наш язык перевести, высшее мер наказания для тех людей, которые такие практики практикуют и распространяют среди людей. В Библии написано это? Да, то есть… Но эти же люди, правда, помогают сказать, что человек, которого ищут 50 лет, он умер на самом деле, или где-то ребенок потерялся, нашли преступников. На самом деле, вот как Олег, он не даст соврать, сколько я беседовал с людьми, которые практикуют такие знания. Никто из них на самом деле не знает, какими силами они владеют, и никто на самом деле не знает, как оно работает, механизм. А какими силами они владеют, как работают? Ну вот представьте себе, что вы решили играть в игру, в которой вы не знаете ни правил, вы не знаете, кто ваш противник. Какие шансы у вас выиграть? Никаких слепая удача, если повезет в редких случаях. Поэтому человек, который начинает общение с более высокими силами потусторонними, у него нет шансов выиграть в этой борьбе. То есть он даже не осознает, он не знает, еще раз говорю, по каким правилам он играет, с кем он играет, кто им руководит. Сегодня он даст тебе косточку, а завтра подзатыльник. Сегодня он тебе поможет. Так изучают, вот как Олег изучал, читал литературу. Разве он не знакомится с правилами? Разве завеса не открывается, и он не видит, с кем играет? Конечно нет. Или Олег все-таки знал, с кем он шел? Ну он узнал, наверное, уже когда вот эти сны увидел, когда последствия. А поверьте, очень многие люди начинают вот с такого интереса, и постепенно-постепенно человека затягивает до такой степени, что выхода он уже не находит. Еще раз повторю, Библия от первой страницы до последней осуждает эти практики. То есть это не от Бога все, да? Да, в книге Откровения написано, что когда Бог свершит суть над каждым человеком, особая категория там будет, вот эти чародеи, которые этими практиками пользовались, эти люди будут уничтожены. А бесов изгоняют и так далее. Ну, знаете, что такое изгонять беса? На самом деле дьявол великий актер. Великий актер. Лучший, наверное, из всех, который был на этой земле. Представьте, я бы Олегу наступил на ногу, да? Так. И говорю, единственный выход — обратиться к каким-то потусторонним силам. Он совершает какие-то пасы руками, и я убираю свою ногу с его ноги. И он говорит, о, мне помогло, мне помогло. Я теперь имею ключ к выходу из всех затруднений. Я теперь и тебе эту практику рекомендую, и тебе, и тебе. И таким образом распространяется вот это заблуждение. На самом деле проблема не решена, а просто дьявол из одной проблемы перевел его в другую, которая еще сложнее решить. И избавиться от боли или найти потерянную вещь — это не такая проблема, как вот потом иметь такие последствия, как у Олега Слава Богу, что любящий Господь находит людей даже в таком состоянии и спасает. Олег, а вот было приятно же, правда, когда первый раз провели рукой над фотографией и почувствовали, что я особенный. Конечно. Во мне есть эти способности. Вы бы поменяли то, что сейчас имеете, на то, что вот тогда? Нет. Или вы осознанно закончили и выбрали? Я уже окончательно на этом закончил. То есть сейчас я выбрал Бога, потому что с Богом гораздо лучше. Олег, а есть какой-то совет тем людям, которые сейчас находятся в зависимости, вот перед экстрасенсорикой, вот этими всеми способностями, чем ты увлекался? Что бы ты им сказал? Конечно. Просто хвататься всеми силами за Бога, молиться часто, не знаю, посещать церковь, ну, всеми возможными силами, возможностями идти к Богу. Обращаться от этого в сторону Бога. Не оглядываясь. Главное, туда не возвращаться, потому что можно уже будет и не вернуться. Александр, а вот те люди, которые сейчас смотрят популярные шоу про экстрасенсов, которые с вожделением наблюдают за этими шоу, что вы посоветуете им? Может, они сами не занимаются, но они смотрят с восхищением. Ну, я бы посоветовал им не начинать никогда эти практики, но я хотел бы такие слова из Священного Писания сказать. Написано, противостаньте дьяволу, и он убежит. Вступите в союз более могущественной силы, с Богом, который действительно любит человека и заботится о нём. И тогда вам эти проблемы будут не страшны. Спасибо. Действительно хороший совет. Не только тем, кто смотрит эти шоу, но и всем остальным людям. Да, в любом случае, в любых проблемах у нас есть помощник. Вы с восхищением наблюдаете за шоу экстрасенсов по телевидению и думаете, вдруг вы тоже особенны, вдруг вы тоже сможете. Разве это чудеса? На самом деле Бог творит настоящие чудеса. Обращайтесь к Его всемогущей силе. Субтитры создавал DimaTorzok